Итак, свой мастер-класс я решил не делать вживую, потому что слишком много всяких аспектов, которые надо долго показывать и в принципе уложиться в формат очень сложно, скажем так. Я решил разделить этапы создания мобильного приложения на нашей платформе, выделить определенные этапы, которые я считаю очень важными, ну и как минимум дать толчок, понять, как все это работает. И в принципе начать разрабатывать. Этапы разработки приложения, которые я выделил, это создание макета в том же конструкторе. Я вообще считаю, что на данном этапе развития платформы именно в конструкторе надо все это создавать, потому что там самые актуальные параметры, которые в принципе пока может быть в документации нет, но конструктор вам будет все это давать, вы просто будете нажимать кнопочку, и у вас все это там будет отображаться, и нам будет легче собирать, скажем так. Какие-то вопросы там возникнут. И создание главного меню левого и главной страницы, наполнение приложения контентом и добавление нативного интерфейса. Это четыре важных пункта, которые я считаю. Я их сейчас вам покажу. Ну и первое. Конструктор мобильного приложения. Что мы будем делать? Первое. То есть это создание приложения непосредственно из административной части сайта, настройка его параметров, превью интерфейса. Вы можете примерно посмотреть, как оно будет выглядеть. То есть это не полностью аналог. Вам все равно нужно смотреть на устройстве. Но какое-то представление о виде вашего приложения итоговое конструктор вам даст. Ну и конфигурация платформ. То есть на Android, на iOS можно делать разные конфигурации. Конструктор это позволяет. Ну в принципе, что мы делаем? Мы идем в админку, ищем в сервисах конструктор мобильных приложений. Создаем приложение. Чтобы создать приложение, нам нужно придумать его название. Пока оно никуда не идет, но оно должно быть. Код приложения обязательно в латинице. И папка в корне сайта, где будет лежать контент этого приложения. Куда будет подключаться клиент. Bittrex Mobile, наше приложение для разработчиков. Ну и шаблон. Шаблон создается автоматически, либо вы сами его выбираете. Там подключается автоматически мобильная платформа. Конструктор состоит из двух частей, как вы видите. Это непосредственно параметры, которые были разбиты по секциям. И превью. Вы можете просто пощелкать по параметрам и задать их. Не все, конечно, визуализируются, но есть удобная фича в конструкторе. Вы можете кликнуть по области превью, и она вас приведет автоматически к тем параметрам, которые вам нужно настроить. Это, на мой взгляд, довольно удобно. То есть вы кликаете, вас переводят и подсвечиваются зелененькими тем параметрам, которые вам нужно настроить. Если вы параметр настраиваете, например, какой-то цвет, вы видите изменение элемента интерфейса. То есть раньше он был как тетрадный лист, подложка, а теперь он, в общем, задний фон у него появляется, он становится белым или что-то в этом роде. То есть это как индикатор того, что вы все настроили. Ну, здесь я, в принципе, создал приложение и пытаюсь в силу своей фантазии взять и просто раскрасить его как-нибудь. Задний фон задать, задать цвета заголовка, шрифт, текст и так далее. Пускай это будет турфирма. То есть я так решил, что это будет турфирма, и я экспериментирую в дизайне мобильных приложений, пытаюсь подорвать ему какие-то фоны. Ну, нашел подходящий. Здесь очень много настроек. То есть задний фон вы можете обрезать, вы можете его кропить, вы можете его растягивать по центру. Вы можете настраивать все элементы интерфейса, ну, практически все элементы, которые вы видите, все, которые нами были запрограммированы, то есть которые являются частью платформы, например, pull down to refresh. Сейчас я все это настрою и в следующей итерации мы будем подключаться к нашему созданному приложению и увидим, как оно реально выглядит. Ну и сравним с тем, что оно показывает превью. Я думаю, достаточно. Итак, первый старт. Настроили мы приложение. Посмотрим, что нам создал в файловой структуре наш конструктор приложений. Итак, мы проверим сейчас структуру приложения, ну и к нему подключимся. То есть первый шаг, все понятно. Создаем приложение, нажимаем кнопочки, раскрашиваем. Дальше. Устанавливаем приложение для разработчиков Bittrex Mobile. Оно есть в сторах Google Play и App Store. Как оно выглядит? Сейчас я покажу. В эмуляторе это будет хорошо видно. Сейчас мы посмотрим структуру. Вот я, когда создавал приложение, я указал папочку tour up. И там автоматически создаются нужные файлы. То есть это индексная страница, страница меню, файл config.php, который позволяет клиенту Bittrex Mobile знать, что там есть мобильное приложение, ну и в принципе ориентироваться, что это платформа именно так. Видите компонент меню, файлик .mobile меню, который в принципе содержит в себе пункты меню, его можете через него настраивать. И файлик настроек, который менять я не советую, иначе дизайнер сломается. Вводим домен, вводим папку, которую мы создали, мы знаем, где все это находится. И если там по структуре все хорошо, то мы должны увидеть макет нашего приложения, которое мы только что создали. То есть никаких промежуточных действий мы не делали. В принципе у нас уже запустилось какое-то приложение. То есть оно ничего не делает, но оно как бы есть. Пустая область, на стартовой странице ничего нет. Есть так называемая рыба по программе, пункты меню, главное. Ну и главная наша задача в принципе сделать из этого макета свое бизнес-приложение, которое будет решать вашу задачу. И собственно давайте начнем, что нам для этого нужно. Для этого вам нужно сначала определиться с навигацией. Так сложилось, что в мобильном приложении, в Bittrex Mobile основным элементом навигации мы сделали меню, то есть которое открывается слева. Вы можете туда добавить свои пункты меню, которые будут ввести на определенные страницы. Ну и в принципе оно никогда не пропадет и не заведет пользователя в тупик. Он всегда его сможет открыть и перейти куда ему нужно. Навигация, создание меню и настройка компонента mobile-lab.menu. Все делается очень просто. Открывается файлик .mobile-menu, который указан в настройках компонента меню на странице menu.php. И мы все это просто можем через файлик отредактировать и добавить сюда пункты меню. То же самое можно делать в режиме администрирования. Если вы зайдете на сайт, через браузер на файлик menu.php в режиме администрирования, вы сможете нажать редактировать меню и сможете там добавить пункты. Слушай, а может быть это редактировать меню в мастере мобильного приложения? В конструкторе. В конструкторе. Ну, это может какой-то следующий шаг развития. Можно и так сделать. Но пока все это так. Сейчас я пытаюсь добавить пункты меню, так как у нас приложение турфирмы, я абстрактно подумал, что можно добавить там две страны. Там Египет, Турцию. То есть задумка такая, что я буду нажимать на раздел, то есть страна. Вот сейчас я все изменил, обновляем страницу. И сейчас я в принципе должен все это увидеть. Все страны Турция и Египет. Нажимая на какую-то страну, мне должны показываться города. Но их нет, потому что мы создали просто меню, которое ведет на какую-то страницу. Здесь ничего нет. Соответственно, нам нужен контент. Ну, это в принципе следующий шаг. Нам нужно наполнить приложение. Так мы помним, что это битрикс. А битрикс у нас весь состоит из чего? Все всякие странички у нас состоят там, везде сплошь и рядом компоненты. Поэтому не будем далеко ходить. Создадим инфоблок, где у нас хранится информация. Разместим этот инфоблок. То есть запустим компонент news list. Я просто взял его за основу, ну просто чтобы опять же далеко не ходить. С мобильным шаблоном, который я не буду показывать, как его верстать. Я думаю, что это не относится, собственно, к созданию приложения как таковом на платформе. Ну и установка этого шаблона на компонент. Все просто. Мы заходим в файловую структуру. И используя старый добрый, а уже новый 3.0 визуальный редактор. И пытаемся традиционно добавить просто компонент news list на страницу, на главную страницу нашего приложения, чтобы он отображал страны. Вы можете использовать любой другой компонент, например, каталог или свой какой-то компонент. Я вообще рекомендую использовать, в принципе, свои компоненты в идеале, потому что компоненты большие для больших версий для сайтов. И особенно их шаблоны абсолютно не адаптированы. И абсолютно не оптимизированы под мобильные устройства. У них очень много нюансов. Поэтому это такой способ в лоб, чтобы понять, как все это работает. Я установил инфоблок на news list. Теперь у меня на главной странице без шаблона должен отображаться список городов. Ну, верстка здесь хромая. Как видите, это вообще большая версия. Там есть навигация. Ну, абсолютно все это выглядит не мобильно. Значит, следующим шагом мне нужно установить шаблон, который я заранее подготовил. Шаблон мобайл. Здесь я настраиваю всякие фильтры, но я решил это все не включать в основную часть. Я просто меняю шаблон, который я заранее подготовил и положил в шаблон своего приложения, шаблон сайта по факту. Ну и посмотрим, что у меня получилось. У меня получилось более-менее красивый список. Теперь это уже похоже примерно на приложение. Я перехожу на Египет. Я вижу… Ничего не вижу. Ну, я вижу что-то похожее, в общем. Далее вы можете настроить фильтры. Ну и, в принципе, традиционная работа с настройками компонента. Следующий шаг. Опять же, сейчас мы уже будем смотреть, как работает платформа. То есть сейчас все это, это все веб, все это компоненты, все это от битрикса традиционного. А теперь битрикс мобайл идет. Это элементы, которые я хочу сейчас показать. Активный заголовок вы уже видели. Хочу показать, как работает фотогалерея на примере этого бизнес-приложения. Скользящая панель и меню страницы. Первое, что я хочу показать, это заголовок страницы. То есть нативная панель сверху, оранжевая. Я хочу отображать там конкретно страны, которые я сейчас в данный момент отображаю. Когда я тапаю по пунктам меню. Я использую функцию из новой библиотеки BX Mobile App. Обращаюсь к объекту UI Page. У него есть title, я пытаюсь ему назначить текст. Не совсем секьюрно, но для примера пойдет. Теперь у нас есть заголовок страницы. Его теперь нужно отобразить. Вызвать функцию show. Опять же мы обращаемся к title страницы. В любой момент на странице динамически мы можем вызывать функцию height, вызывать функцию show title. Мы можем его менять динамически, не только при загрузке страницы, но и вообще делать с ним все, что угодно. Можно дополнительную информацию. Я покажу, как это делается. Ну, в принципе, наверное, здесь я это и сделаю. Нет, сейчас я этого не буду делать. Я перехожу на страницу Турция и вижу заголовок Турция. Прихожу на Египет, вижу Египет. То есть сейчас вы через JavaScript API управляете именно нативным интерфейсом. Это не HTML. Можно добавить дополнительную какую-то информацию по этой стране. Для этого достаточно задать title детальный текст. Детальный текст можно придумать. Я придумал просто там жаркая страна или теплая страна. Ну, просто посмотреть демонстрацию возможностей. Нам нужно только обновить страницу и увидим, что там есть надпись теплая страна. Можно также добавить какую-то фотографию. Это метод setimage. Можно добавить callback, когда вы будете кликать по этому названию, что-то будет происходить, какое-то действие. Ну и, собственно, идем дальше. Теперь мы попытаемся при клике на фотографию показать ее в полном размере. Нативным контроллером. Ее можно отправить, эту фотографию куда-либо. Можно расшарить. Что-то в этом роде. Для этого я заготовил функцию. Опять же из нашей библиотеки. Фотошоу. При клике на элемент image мы передаем ему SRC. И пытаемся отобразить его нативным контролем. Ну и обработчик новым клик вешаем. Все просто. В принципе, делается в несколько кликов. В несколько функций. Строк. Результат сейчас будет на экране. Вот видите, в нативном контроле все это. Вот как вот эти последние фишки в фейсбуке и так далее. Вот мы пытались такие штуки делать. Это выглядит более нативно. Та самая грань, которую мы пытаемся стереть. Вы можете отправить по имейлу. Если это демонстрировалось бы на реальном устройстве, это на эмуляторе, то тогда эту фотографию вы можете расшарить, сохранить себе фотоальбом. Можете сделать твит, можете отправить в фейсбук, отправить в дропбокс и все такое прочее. Все что угодно вы можете с этой фотографией сделать. То же самое аналогично с документами. Есть функция работы с документами. Документ вы точно так же можете отправить по имейлу, расшарить, сохранить себе в какое-нибудь облачное хранилище. Google Drive, допустим, или в дропбокс. Другие хранилища. Следующий элемент интерфейса, который я хотел показать, это скользящая панель. Скользящая панель. Очень много спрашивают, что это вообще такое. Мы, так сказать, терминологии не нашли. Решили назвать ее по-английски, она называется sliding panel. Я покажу, как это работает. Я произвожу изменения в том же шаблоне компонента news list. Опять же я заготовил все это. У нас есть две кнопочки. Есть скользящая панель, sliding panel show. Я пытаюсь ее показать и добавлять в две кнопочки в избранное и заказать. Ну и какие-то обработчики на эти кнопочки навесить. Я вижу эту панель. Вот она сверху находится. При нажатии на эти кнопочки будет происходить что-либо. Вы видели такие панели, скорее всего, в фейсбуке, в других приложениях. Эта панель может автоматически уезжать, если при показе панели передать настройку. Это hidden sliding panel true. Это тоже одна из фишек интерфейса, по крайней мере, на системе iOS. Ну и для тех, кто иногда говорит, что на Android это не работает, я хотел показать то же самое. То есть я показывал все на iOS, а это на Android. То есть я просто подключился к приложению. Это наше тестовое приложение. Там все это должно работать. То есть есть та же скользящая панель, меню в стиле material design. Ну и выглядит единственное, что нужно верстать под разными платформами. Ну и, собственно, все. Спасибо. У вас практически готовое бизнес-приложение. Осталось пофантазировать еще немножко. Мне кажется, очень интересно. Пожалуйста, вопросы. Или мы вас так озадачили, что непонятно с чего спросить. А что дальше? Вот я разработал приложение. Там есть какая-нибудь кнопочка? Раз и опубликовал. Деньги зарабатывать. Ну, смотри, какая задача. Я показал, как все это начать, что нужно делать. А как деньги зарабатывать. Это уже много способов. Окей. Если можно вопрос. Василий, компания информивенти. Смотрите, обрабатывает ли платформа какие-то действия из notification? Можно ли организовать все это? Вы имеете в виду пуш-уведомления? Именно вот что-то с этим пуш-уведомлением сделать. Вот сейчас на iOS 8 такая штука появилась. Я понял, о чем вы говорите. Это действие, не переходя в приложение, что-то там сделать. Да, да, да. То есть отодвинуть. Ну, сейчас, в данный момент, кстати, я забыл сказать, на протяжении двух докладов очень часто нас спрашивают про пуш-уведомления. Сейчас дизайнер, конструктор имеет такой параметр application ID, и там галочка пуш-уведомления использовать, не использовать. Если вы собираете приложение с помощью дизайнера, там все это проставляете, мы у себя видим это, и ваше приложение уже будет поддерживать пуш-уведомления. И будет все это отправлять. По поводу вашего вопроса, к сожалению, пока нет. Нет, это последняя фишка iOS 8. Мы попытаемся у себя это реализовать как-нибудь, кейсы где-то придумывать, а потом уже внедрить это как часть платформы Bittrex Mobile. Спасибо. Пожалуйста, вопросы еще. Вот еще вопросик. А в онлайне есть вопросы? По поводу меню. Можно ли создать в системе уже тип меню, допустим, мобильное, и выгружать его сразу туда, не создавая его в приложении? В офлайне. Ну, то есть, не совсем я понимаю. Нет, на бусе есть там, допустим, точка, мобайл, точка, микрофон. Да. Да, используйте. Так я вначале и показывал. Да, я не заметил. Ну, то есть, там есть компонент точка меню, там точка мобайл меню. Этот компонент, этот файлик учитывает компонент меню, который вот здесь вот находится в левой части. И вы там просто его редактируете, и все, он там появляется. Нет, допустим, сайты уже готовы, есть у меня главное меню, там каталог. А, то есть, использовать уже с большой версии. Ну, пока он такого не умеет. У него свое меню. Пока нет. Своя система у него. Пожалуйста, вопрос. Навигация тоже. Женя, возможно ли отключить часть нативных элементов в меню шапка подвала для определенных страниц? Да. В новой версии это возможно. Потому что это очень много просили люди, то есть, они хотят делать сингл пейдж приложение, скажем так, или в какой-то момент просто убрать верхнюю панель. В последней версии мы сделали это возможным. И в дизайнере есть эта опция. Не надо знать, как этот параметр называется. Надо просто с помощью дизайнера его делать. Прошу. Евгений, ну, хотел бы поблагодарить доклад. Весьма интересно было. У меня вот такой вопрос. А насколько большая там поддержка нативной части? То есть, можно ли вывести список контактов, послушать, записать разговор или сделать еще какие-то действия? Ну, если говорить о тех задачах, которые вы сейчас озвучили, вот записать разговор, допустим, вот нельзя, вот в iOS нельзя. В андроиде, возможно, как-то можно, но только, ну, тоже какие-то сложности. Да вообще, в принципе, с записью разговора сложности. А по поводу контактов, вы имеете в виду вот контакты телефона. Да, это вообще поддерживается на более низком уровне, на уровне фреймворка этого, кордовы. Там есть API, который позволяет получать доступ, писать в контакты, читать оттуда, все что угодно. То есть, я могу из своего приложения написанного вызвать список контактов и, допустим, осуществить какой-то звонок или там отправить сообщение? Ну, конкретно, если рассуждать, в принципе, то есть задачи там тесно описаны, ну, в смысле, вот так детально описаны, я не могу сказать, но, по крайней мере, получить доступ и делать с этими контактами что вам угодно, то есть, получать какие-то там номера, e-mail и так далее, писать туда вы можете. А вот по задаче это нужно детально смотреть. Я просто не буду врать, поэтому… Да, спасибо. Ну, давайте последний вопросик. Скорее продолжение, еще одна тема, туда же очень просят часто сейчас уже к мобильным приложениям, когда встает вопрос писать, не писать, надо, не надо, координаты, место на карте, местоположение, координаты, то есть есть точка… Если нет специфической задачи, там вот человек подходил, чтобы приложение было там свернуто и там каждую секунду отправлял координаты куда-то там, то с этим сложность. А в принципе получить координаты, это стандартная API, вы сейчас можете это уже делать. Координаты доступны с самого начала. Да, вы можете не только даже на уровне приложения, это на уровне в принципе браузера мобильного уже можно делать, а в приложении так тем более. Использовать карты, Яндекс карты, Гугл карты, есть даже примеры приложений. Даже да. Да. Евгений, пожелания на самом деле. Я вот на прошлой партнерке Сергея наслушался на тему того, что у нас просто верстка, просто джава-скрипт, просто все работает и запустились. И полтора месяца, мы вот с вами переписывались где-то месяц назад. Полтора месяца у нас… Ну, вы его сейчас, наверное, не видим. Мы его не опубликовали еще. Проблема заключается в том, что есть определенные ограничения, связанные с HTML, которые по какой-то причине, ну, по вашей, как вы выразились, в общем-то, разумению, не требуют с разработчиком для того, чтобы сверстать вот именно так, как надо. Я так понимаю, по поводу вьюпорта. Совершенно верно. По поводу вьюпорта, который user-scalable no, и кроме того, он работает только под EOS, а под этим самым нашим замечательным Android не работает. Есть другие, может быть, ограничения тогда, было бы здорово людям как-то об этом рассказать, они бы не наступали бы на эти грабли. Мы пытаемся, конечно, говорить про ограничения, но вот конкретно в вашем случае, это ваш первый случай, честно говоря, что у вас какие-то проблемы возникли. То есть если мы с вами… Вы имеете в виду, что ограничение Android по ряду тегов… Нет, нет, это ограничение, когда мы подключаем нашу платформу, мы, в общем, скажем так, как мы считаем нужным, мы там выставляем некоторые метаданные, теги, и не даем возможность это поменять, потому что мы считаем, что это правильно. Вот так вот. И у человека проблема возникла, что нужно поменять, и я думаю, нам просто с вами нужно детально это обсудить, потому что я пока не понял, в чем проблема, честно говоря. Я понял, что у вас она есть. Хотелось бы, чтобы подходило, чтобы не мешало. Спасибо. Спасибо большое, Жень, и за развитие платформы, и за прекрасный доклад.